здравствуйте друзьям у нас такая интересная дискуссия возникла сегодня я показал как вот люди шумели значит мы позвали там полицию и их урезонили они стали намного тише значит шуметь там история такая значит в принципиальном плане очень важно если у них официальное разрешение на проведение мероприятий что что вся дома делаешь делай на здоровье но на улицу выйти это надо иметь разрешение поэтому поскольку мы не в курсе начнем приехала полиция если бы они шумели без разрешения их просто закрыли бы они просто разошлись поскольку у них разрешение было то вопрос был только в том насколько шумно они проводили разрешенное мероприятие и там какая-то такая массовая волна осуждения вот какие-то понятийно мыслящие люди они там ладь дислайков мне поставили вы в эти дислайки все в голову поставили что не что не есть хорошо я переживу так вот я пошел быстренько нашел правила по поводу шума которые вот ведь но из ордена нас то есть как бы там так какие-то правила связанные с шумом тут есть ссылочка вы можете посмотреть кому интересно я эту я поставил это сообщение то это с самого видео в комментариях видео просто можете одним кликом туда попасть так вот что там пишут я вам прочитаю значит анриз на были дистерби но это то есть неоправданно беспокоящие шумы говорят никто не должен значит создавать вызывать там значит тогда это разрешать и тогда да никакие шумы или звуки значит две позиции эй которые неоправданно беспокоят или физически надоедливы людям с со стандартной чувствительностью если чек больной очень и там что-то ему гадну мужик но это же ты больной но но вот туда здоровая вид стандартная чувствительность просто от любой из нас или которые такие несимпатичные и такие долгие не естественно долгие в использовании в использовании долги не значит по времени или по месту что они вызывают физический дискомфорт людям и и вот тут интересный момент мы сейчас подходим к ко второму что имело место в нашем случае которые не являются необходимыми в связи с теми видами деятельности которые в противном случае во всех остальном смысле являются законными то есть если не смотреть на то что там какой-то шум уровень шума является беспокойным и он не является необходимым да то соответственно значит вот этого происходить не должно поэтому если мы говорим о децибелах есть еще отдельно там регулировать по поводу децибел от я даже них не хочу туда ходить в децибел и не хочу ходить там тоже очень строго на этот счет есть федеральные есть штата требования есть там локальные то я даже туда не иду но если нет необходимости в том чтобы вот было столько децибелов чтоб они вот там сидели до спиной ко мне а я вот тут получал бы что у меня стены трясутся если это не является необходимым то если в противном случае это разрешено законно происходит вот то значит это непорядок да здесь написано в том смысле в каком мы используем это вот в этом параграфе значит законно проводимые факты мероприятия включают но не ограничены любыми там из тех которые проводятся городом или разрешаются город городскими властями там для public health ну например это может быть забег какой-нибудь может быть или может быть там не за что безопасность welfare волчер в таком хорошем смысле в интересах таскать городских это может быть выставка это может быть конкурс это может быть там нельзя концерт но 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 значит если это проводится да вот вместо видите значит time and our place ну time ладно папа времени претензий нет но место это это происходит в жилом квартале в жилом это не происходит в таком месте где обычно люди проводят такие мероприятия у нас там один комментатор он говорит вот я же у меня там церковь рядом они замучили звоном колоколов там и так далее но дело в том что скорее всего церковь там появилась до того как возник дом и то есть когда человек вселяется в этот дом он понимает что есть церковь он понимает что от нее может быть шум то есть он как бы принимает это до того как а у нас не было ничего такого никогда вот первый раз я такой вижу поэтому вопрос том что это тихое место и я не против что улей партии они чуть такую музычку там я не против я против того чтобы уровень шума уровень шума был вот таким как он был сейчас они играли эту музыку с 10 утра до 8 вечера то есть полностью вот это вот полностью это писание того что здесь происходит что место не очень правильно и значит действительно там очень много времени до по времени идет и это не является необходимым в связи с привод с противом мероприятия поэтому значит я я не видел этого там текста на тот момент но понятно это же это абсолютно очевидный как бы ну не требующий как вот специального знания текст то есть я пошел его искать только потому что какие-то люди значит они вдруг возмущаться стали значит теперь почему я не пошел к ним и не сказал ребята сделайте потише там не кто-то еще пишет вот надо там пойти найти старшего вообще обалдел какого старшего этом буду искать сидеть сидит пацанью какой-то какие-то музыканты они играют те слушают я там сейчас пойду кого-то искать и они не нарушили мои правила они нарушили правда городские если нарушены городские правила то делать enforcement вот этих городских правил да то есть приводить людей в соответствии с правилами не является моей функцией я право не имею вмешиваться я могу обратиться к властям чьи права нарушены вот этими людьми они 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 не нарушили мои правила они нарушили мой покой но мой покой защищается правилами в частности вот тем которые вы сейчас видите на экране соответственно я говорю властям там люди нарушили ваши правила которые в соответственно защищают меня данным случаем и соседей это не один мы тут соседями пообщались на улице они просто все ошалели от возмущения и поэтому вот и все мне не нужно придумать правил мне там год а вот если это один раз то можно потерпеть я чё должен правило придумать если один раз то правило не действует я не в бизнесе по изобретению правил для этого есть федеральные власти есть штат калифорния есть санта-круз каунте есть там муниципалитетка вот они правила пишут и все я просто зову того кто должен приводить людей в соответствие с правилами и они прекрасно с этим справились обратить внимание приехала полиция они поговорили оказалось что пермит у них есть иначе бы их вообще закрыли но поскольку пермит у них есть искали мужики не шуметь и они сделали намного намного тише то есть практически все остальное время которое они играли ну то есть мы слышали что музыка играет но это был примерно на том же уровне как если потому кого-то может быть там громко играла музыка в квартире он там все окна открыл ну то есть не было сильно беспокойным вот поэтому как бы мы мы сделали то что мы должны были сделать значит приехала полиция сделала то что она должна была сделать ребят которые шумели сделали то что они должны были сделать они перестали шуметь и конфликт разрешился значит я показываю как это дело происходит в америке счастливо